Мы продолжаем выпуск. Альянс цивилизации. Под таким названием прошла встреча-диалог в областной библиотеке имени Гоголя. Участники конференции обсуждали актуальные вопросы межкультурного взаимоотношения национальности в республике. О чем еще говорили представители духовенства, расскажет наш корреспондент Дана Марат. Еще в октябре 1992 года в Алматы прошла первая сессия Всемирного конгресса духовного согласия, приуроченная к столетию Первого съезда мировой религии. Именно тогда на заключительном конгрессе 18-й день октября был объявлен Днем Духовного Согласия. Сидя здесь, вы уже видите, представители, у нас духовное согласие не зависит от национальности. Вот пример того, что мы сидим здесь, что вы здесь сидите, что мы здесь сидим, это является тем примером, что духовность у нас в Казахстане не зависит от национальности. Любой человек, любой национальности. К вниманию гостей конференции была предоставлена книжная выставка с интересными изданиями и публикациями. На Эпимам центральной мечети рассказал, что такое ислам. А священник Свято-Виденского собора рассказал собравшимся об истории православии. Ислам не относится к экстремизму. Мы, то есть все мусульмане, несомненно, можем это утверждать. Напротив, ислам – это духовная религия. Сын человеческий пришел не погублять людей, а их спасать. Вот этому завету следовала православная церковь. Другое дело, что люди, носители этой веры, могут, конечно, разным образом воплощать в жизнь те заветы, которые оставил нам наш Господь, так как они это понимают. Главная цель прошедшего круглого стола – воспитание духовного сознания молодого поколения. Так говорят духовные просветители Караганды. К слову, последние ответили на все интересующиеся вопросы студентов и пришедших на конференцию. Человек в начале своей жизни придерживается одной религии, и потом с течением времени меняются религиозные взгляды, то есть приходит принимать другую религию. Человек, если он делает другой выбор, мы, конечно, здесь порадоваться за него не можем, но уважаем его выбор так же, как уважает его Бог. Согласие единства надо беречь каждому казахстанцу, какому этносу или религию он бы не принадлежал. Это нужно всем и каждому, ведь от этого зависит благополучие нашей Родины и будущее каждого казахстанца. Дана Амарата, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.